Детский смех и улыбки встречают на пороге съемочную группу. В доме Тепляковых готовятся к благотворительному фестивалю. Фэмили-лук уже завтра пройдет в горизонте. Основные условия для участников – одинаковые костюмы для всей семьи. Делать можем руками. Решили поучаствовать. Тем более благотворительность, благое дело. В руках Татьяны обычная лента превращается в розу. Секретов девушка раскрывать не хочет, но обещает – костюм будет интересным. Рядом играют сыновья. Маленькому Захару всего год, но на фестиваль он придет как взрослый, в костюме с бабочкой. Присматривает за малышом старший брат Егор. Разница в возрасте у них 9 лет. Его надо учить, он маленький. В конкурсах телемикса Тепляковы участвуют не первый раз. Зимой Захар пробовал силы в ползунах. На этот раз к семье присоединились племянники Татьяны. Теперь в их команде 6 человек. Выбор костюмов был непростым. Вариантов рассматривали множество. В итоге остановились на двух. Первый – это самые простые джинсы и футболка. Ну а второй уже более такой посложнее – это маме юбочка, а мальчикам брючки. С цветовой гаммой костюма тоже определились не сразу. Сыновья подсказали Татьяне остановиться на черном, белом и голубом цветах. Так как у меня два сына, и в принципе, ну как бы я любительница розового, конечно, но вот мальчики обязывают как бы полюбить и голубой цвет. Поэтому мы будем как бы одеты немножко строговато, но вот с такой вот синевой немножечко. Мы желаем удачи семье Тепляковых. А всем участникам напоминаем – фестиваль пройдет 13 апреля в 18 часов в Молодежном центре «Горизонт». Приглашаются все желающие. Вырученные средства пойдут на благотворительность детский дом. В гости конкурсантам заглядывали Елена Карпенко, Сергей Флоренцев, Телемикс.